Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 84, он закрывает 11-ю кофизму. Наша лекция записывается в Средненском монастыре и транслируется порталом экзегет.ру. Первая часть 84-го Псалма посвящена воспоминанию о былых благодеяниях Божьих. Вторая часть Псалма является обращением к Богу восстановить и явить свою милость, что Бог и делает, отвечая на молитву своих избранников. У 125-го Псалма очень похожая композиция, но тот Псалом ссылается на возвращение из Вавилонского плена, а этот – на возвращение сынов Иакова из Египта. Возможно, что 84-й Псалом повлиял на форму последующего 125-го Псалма. 84-й Псалом начинается как жалоба, а заканчивается уверенностью в будущей благосклонности Бога. Кульминация Псалма – это единство духовного, этического и материального благополучия. Встретится милость и истина, облабызаются правда и мир. В первых стихах автор оглядывается на прошлое. Раньше Бог более благосклонно смотрел на землю, которую дал в удел сыновьям Иакова. Фраза «возвратил плен» указывает на любой вид избавления от репрессий. Но в данном случае, скорее всего, речь идет не столько о плене и репатриации, в буквальном смысле слова, сколько о восстановлении имущества и благополучия. Возвращение плена означает перемену гнева Божия на милость. Господь соберет изгнанников из всех народов и возвратит в то место, откуда переселил. Застроятся пустевшие города и будут снова посажены виноградники и сады. Избранный народ снова станет именитым и почетным между народами. В тот день возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Восстановление народа заключалось не только в улучшении его материального благополучия. Прежде всего, были восстановлены отношения между Богом и его народом. История возвращения из плена должна была научить последующие поколения, что за всем этим стоит прощение беззаконий и грехов народа. Поворот в судьбе Иакова наступил, когда Бог остановил свой пылающий гнев, свою ярость. Уверенность в милосердии Божьем, которое тот явил в прошлом, подвигает псалмопевца на просьбу об аналогичном восстановлении в настоящем. Этот призыв начинается и заканчивается апелляцией к Божьему спасению. В пятой и восьмой стихе они передают очень похожие слова. Его милости. Эти два ключевых слова – спасение и милость – являются фундаментом веры, на которых базируется молитва. Община просит Бога отложить негодование. В других местах Библии это же слово переводится как скорбь, печаль, горесть, гнев и раздражение Господа, которые вызвали в нем смешанное чувство, негодование и скорби, связанное с нанесенным ему оскорблением. Народ провоцировал Бога на гнев и получил в ответ негодование. Просьбы псалмопевца принимают форму вопросов. Неужели вечно? Неужели снова? В шестой-седьмой стихе. Они являются типичными для народных жалоб. В результате гнева Божия народ сильно пострадал. Оказался на краю смерти. А теперь люди Божии снова ожидают, что их вернут к жизни, и они будут вновь радоваться восстановлению своих отношений с Богом. Содержание пятого-восьмого стихов тщательно продумано автором. Здесь звучит одна и та же антитеза. Спасение должно прийти на смену негодованию. На смену двойному гневу должна прийти милость и спасение. Этот вопрос могут все задать. Каково соотношение между Божией справедливостью и Божьей милостью? Мы делим эти понятия, но вряд ли мы можем в Боге это разделить. Его слово и дело — это одно. Его справедливость — это милость, а милость всегда справедлива. Более того, данный псалом подчеркивает еще одну для нас, для людей, непонятную антиномию. Как может Бог испытывать печаль и гнев одновременно? Одно и то же выражение, более того, одно и то же слово в данном псалме означает и негодование, и гнев. Но для нас печаль воспринимается как нечто меланхолическое, ну, какая-то грусть, которая подавляет в себе человек, сетуя на что-то нехорошее, происходящее вокруг. А гнев мы с вами отождествляем с яростью, с неким внешним выражением этого негодования, которое в деле может реализовываться через какие-то быстрые, решительные, смелые, а порой бывают и очень категоричные, жесткие поступки. Игра слов данного псалма говорит о том, что когда Бог негодует, на самом деле он печалится. Причиной его гнева и ярости является внутреннее беспокойство, обеспокоенность, грусть по поводу того, что что-то идет не так. Но то, что мы характеризуем разными качествами в силу своей раздвоенности, вряд ли раздвоено в Боге. В нем это одинаково. В этом случае нам тяжело рассуждать о Боге через призму человеческих воззрений на то, каким должна быть личность. Когда мы говорим о личности Бога, то, к сожалению или к счастью, речь идет о неком предельном единстве, где эти все качества соприсутствуют нераздельно. Девятый-десятый стихи. Бог не сказал своего последнего слова. Последним словом должен быть не гнев, а мир. Загадочное «послушаю» в единственном числе намекает на то, что действующим лицом, слушателем откровения от Бога является пророк или священник. Сказанное от первого лица «слушанье» в то же время может быть литературным приемом. Автор псалма словно желает, чтобы все собратья прислушались к Слову Божию, поразмышляли о прошлом. Это послание для верных избранников, которые выделяются из общей массы народа. Заключительные слова девятого стиха в еврейской и греческой традиции отличаются. По древнееврейскому тексту «да не вернутся они в безрассудство», по септуагинте «обращающие к нему сердца». И в том и другом случае конечные выражения девятого стиха являются дополнением, зависящим от слова «благочестивые». В еврейской концовке звучит настораживающее предупреждение благочестивым. В греческой высокая характеристика достоинства святых. Если слова «возвращаться» и «обращать» могут восходить к одному и тому же исходнику, то как получилось, что на месте «безрассудства» в греческом переводе стоит «сердце»? Это сказать трудно. Исследователи, которые пытаются реконструировать исходник, который мог бы лежать в основе греческого перевода, показывают, что скорее перед нами не ошибка переводчика, не его какая-то теологическая интерпретация, а какие-то разные исходные традиции. Какая из них древнее, в греческом, дошедшем до нас тексте, или в древнееврейском, сказать уже трудно. В любом случае, верные ему, Богу, это боящиеся его. Бог приходит к своему народу как царь славы. Слава, обещанная верным, олицетворяется четырьмя словами. Милость, или точнее, за каждым словом «милость», которое мы встречаем в псалмах, стоит очень характерный древнееврейский термин, который означает «непоколебимая любовь». Итак, «любовь», «истина», «правда» и «мир» — вот четыре слова, которые крутятся вокруг славы. «Неизменная любовь» — это верность царя своему народу. «Истина» подтверждает, что он выполнит свои обещания. «Правда» указывает на то, что Бог будет действовать в соответствии со своей природой. В результате мир придет в гармонию. Прекрасные характеристики царя славы, подобно близким людям, окружают его, обнимают его и служат ему для достижения его целей. Такое создаётся впечатление, что эти «милость», «истина», «правда» и мир являются некими спутниками, некими ангелами, которые кружат вокруг престола славы. Истина и правда проникают в мир через землю и небо. В результате земля получает благодать процветания и дает обильный урожай. Изобилие во всех благах, в плоде скота и в плоде полей, это обещанное заветом Божие благословение. Правда, как вестница Бога, пойдет перед Ним, чтобы приготовить путь для грядущего царя славы. Для начала, одиннадцатый, «милость» и «истина» встретятся, правда и мир облабызаются. Здесь мы встречаем явную персонификацию, как будто бы перед нами какие-то отдельные ипостаси, отдельные сущности, похожие на ангелов. Но как могут черты характера внутри человека обниматься и целоваться? Разве мы можем, разговаривая о себе или в целом о человеке, говорить, что наше милосердие и наша доброта они целуются и обнимаются? Мы можем сказать, что, конечно, они идут рука об руку, но все равно это менее сильный образ, чем встретятся, облабызаются. А дальше еще сильнее. Истина возникнет с земли, то есть буквально она как источник просочится откуда-то из-под земли наверх, а правда приникнет с небес. Если примитивно толковать двенадцатый стих, тогда можно предположить, что, мол, правда – это дождь. То, что дождь пошел с неба, ну, как благословение Божие, то тем самым Бог явил свою правду. То есть он праведен по характеру, правдивый, справедливый. И, видя страдания людей, он осуществляет свое правосудие. То есть справедливость, другими словами, посылает дождь. И точно так же из земли бьет родник, который тоже может восприниматься как чудо Божие. Коснулся Моисей скалы своим же злом и оттуда забил источник воды. Точно так же и Бог своим перстом прикоснулся и пошла вода. И в этом случае истина тоже может толковаться как некий характер Бога, который действует по истине. Он верен. Истина равно верность. Он верен народу, поэтому о нем заботится. Но если мы подтянемся к 14 стиху, правда пойдет и поставит путь, то тогда у нас действительно возникнет вопрос. Вот трижды мы встречаем некую персифинификацию. И там, и там, и там речь идет о правде и истине. И вот трижды слово правда приобретает какие-то личностные черты. И да, действительно может возникнуть гипотеза, что за этим всем стоят какие-то ангельские силы, которые являются вестниками, которые подготавливают нечто для реализации Божьих решений или сами реализуют Божий замысел. Вот когда Господь послал наказание, ну скажем, войскам ассирийского царя Синахирима послал смерть, то буквально по тексту ангел с неким мечом карающим убил сотни тысяч военнослужащих иностранного легиона. В этом случае Бог посылает наказание, а реализует это наказание какой-то ангел. Но, опять же, все это через запятую, но и если в Новом Завете таким ангелом пустыни, вестником, который готовит путь для грядущего царя славы, является Ян Предтеча. Он готовит своим словом дорогу в сердцах евреев для принятия проповеди Спасителя. Он и есть тот самый ангел пустыни, являющий собой правду жизни, который своей проповедью приготовил путь для грядущего Спасителя Иисуса Христа. Итак, как хотите, так и толкуйте. Есть много разных вариаций толкования для этих стихов. Палитру возможных направлений для мысли я вам предоставил. 84-й Псалом несет надежду для людей Божьих, живущих в темные и удручающие времена. Грех общины спровоцировал Бога на гнев, но, памятуя завет с Господом, народ снова и снова обращается к Нему с просьбой о восстановлении. Возжигаемая и поддерживаемая верой в Божье милосердие, надежда ищет опору в прошлом, ставит вопрос для настоящего, а затем пророчествует о будущем. Прошлое, настоящее и будущее народа принадлежат Богу. Бог любящий, верный и праведный, Он дарует послушным людям мир и хороший урожай. Наступит то счастливое время, когда закончатся волнения и явится новое небо и новая земля. Тогда Бог будет обитать со своими людьми и отрет Бог всякую слезу с очей их и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Но об этом всем мы уже узнаем в Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова. Иоанна